перед началом видео хочу с вами поделиться я недавно наткнулась на youtube канал одного парня его зовут рамиль ему 18 лет и он инвалид с рождения у него детский церебральный паралич на своем канале он снимает влоги показывает свою реабилитацию проводит стримы и рассказывает о всех трудностях человека с инвалидностью в современном мире я искренне рекомендую вам подписаться на его канал ссылка будет первая под этим видео ну что всем привет это снова я извиняюсь за мой вид как бы как есть я вот только-только после болезни я болела лежала с температурой у меня очень сильно болело горло у меня голова посмотрите просто жесть какая грязная больше недели уже прошло как я не мыла голову я немножко вот видите у меня прыщи вот здесь немножко пошло не прыщи это просто как покраснение на лице ты до этого у меня все было идеально ночью болезнь для это себе знаете я на самом деле знала что я заболею потому что у меня заболели абсолютно все сейчас такое время знаете вроде как бы тепло но с другой стороны ветер подул и все я слегла еще думаю странно почему я что-то не заболела и в итоге на второй неделе учебы я слегла повезло то что я начала сразу пить антибиотик и ну через три дня я уже как бы встала на ноги и уже все нормально то есть у меня три дня была температура два дня вот целый день держалась практически на третий день только с утра поднялась что я обнаружила то что у меня аллергия в общем сыворотка для ресниц есть я не знаю если я найду я ее просто выкинула но если я найду фотографию я вам вставлю сюда я пользовалась сыворотка для ресниц около двух недель и в общем все было нормально и вот буквально позавчера я нанесла ну как обычно эту сыворотку ну вот по росту ресниц и то есть видимо либо я из-за дела попала в глаз либо я нанесла слишком много я не знаю что случилось у меня вот эта вот часть где рост ресниц полностью опухла у меня весь день были красные глаза они слезились ну вот просто как аллергия я чихала постоянно у меня был заложен нос и такое состояние прям вот ну странное знаете вот чихаю прям вот каждую секунду и сейчас уже как видите намного лучше но было просто ужас я несколько раз мыла глаза я думала пыталась смыть эту сыворотку но просто на другое это не может быть это сто процентов от этой сыворотки скорее всего я ее просто слишком сильно нанесла либо капнула себе прям в глаз возвращаюсь обратно учебный режим поэтому я вот эти вот три дня лежала ничего не писала вообще про учебу эту не думала забыть ее пожалуйста как страшный сон сейчас буду вот пишу уже про евгения онегина посмотрела 38 минут урока тут всего два часа 31 обычно по примерно два часа этот урок и тут чуть больше и я смотрю все на 1 и 5 x потому что если я буду смотреть на 1 x то это вот просто невозможно вот реально ничего не успеть то есть я посмотрю один вебинар и уже ночь я не знаю как так получается люди смотрят по четыре вебинара за день а я не успеваю поэтому я смотрю на 1 5 x иногда если прям совсем что-то такое вот ну типа вода какая-то идет то я на 1 75 и ставлю на 2 x я вообще ничего не понимаю поэтому вот в основном на 1 и 5 x смотрю кстати вот по обществознанию я тоже в яголэнде занимаюсь но честно мне литература нравится в яголэнде больше чем общество знания и кстати у меня по обществу был репетитор но сейчас она мне перестала нравится вот и сейчас я ищу другого себе репетитора не знаю вот у меня 18 00 я вот тут записала такие вот кстати штучки вот мне их мама отдала я просто увидела у нее они лежат на имени пользуются грамм счет ими не пользуешься отдай мне они мне прям нужны я здесь записываю дела и вот за стол сажусь и как бы ну прям смотрю сюда получается и вижу какие делами нужно сделать вот тут вот какие дни какими игре занимаюсь потому что если я записываю просто в ежедневнике то я забываю я его не каждый день открываю я могу забыть где-то туда не посмотреть а вы прям садишься и вы прям перед глазами вот я 17 числа у меня завтра 18 пробное занятие по обществознанию первое я думаю взять репетитора по русскому но это еще пока просто думаю не знаю вот так что такие вот штучки очень удобно как они типа как наклейки стикеры вот клеить сюда и очень удобно и вот сюда в тетрадку я тоже иногда там если что-то важное прям сюда заклеиваю и домашку также тут записываю ну в общем удобные стикеры все вебинар закончился и за получается два с половиной часа я написала 8 листов а4 уже помыла голову и накрутилась на вот этот ободок немного спрашивали в прошлом видео в телеграме писали на что я делаю кутри это вот обычный вот ободок он рублей 200-300 стоит на вал обрез там разных цветов есть у меня такой вот черный вообще покупала мама для себя вот но в итоге он ей не понравился она дала его мне и благодаря нему я вообще не накручиваюсь на плойку а еще мои поврежденные волосы накручивать на плойку это вообще жесть поэтому я плойкой пользуюсь очень редко то есть если мне нужны прям какие-нибудь супер стойкие кудри хотя вот эти кстати тоже достаточно долго держат у меня держится примерно два дня вот завтра у мне весь день не держится прямо вот кудри кудри на второй день просто уже волны остаются вот но все-таки на плойку держится дольше поэтому на плойку делаю только там какие-нибудь мероприятия можно день рождения могу сделать это не всегда без вреда для волос вот и советую вам тоже заказать потому что очень удобная штука поспал с ней и утром у тебя уже прекрасная укладка всем доброе утро сегодня у меня прекрасное настроение потому что сегодня у нас выходной мы не учимся я даже не знаю какой день недели сегодня вроде бы среда если я не ошибаюсь да среда то есть в понедельник в школу не ходила я плохо себя чувствовала вот вчера я была в школе и сегодня выходной скорее всего завтра тоже будет выходной там потому что огои переписывают вот поэтому сделали выходные поэтому сегодня снова учеба ну я не знаю у меня будни сейчас только вот учеба еще я записала хотела вчера посмотреть два вебинара по обществознанию и по литературе по литературе вебинар длился три часа и я просто уже если бы я общество еще там два с половиной тоже было я бы просто уже не выдержала поэтому я посмотрела только по литературе я написала восемь или даже девять листов и списала про евгения онегина вот для меня евгений онегин вообще самое нелюбимое произведение именно вот по чтению потому что я ненавижу романы в стихах это просто ужас какой-то я ничего не понимаю то есть там на самом деле очень интересный очень глубокий сюжет но просто если читать полное произведение я вообще ничего не понимаю мне вот прям не нравится поэтому я посмотрела несколько разборов чтобы прям вот разбираться в нем потому что она очень нужно для егэ я не могу как же кайфусь этого геля для бровей я показывала в предыдущем моему видео от люкс визаж он просто бомбически я им пользуюсь каждый день причем достаточно много посмотрите его ищут целая куча я буду его обязательно покупать еще раз у меня еще на самом деле брови они достаточно жесткие их очень тяжело укладывать если у меня были очень много гель для бровей ничего не держит мои брови вот ничего через два часа уже как не бывало а вот этот гель это просто лучшее что было в моей жизни еще насчет чтение сейчас читаю вот эту книгу любовь к несовершенству как она мне нравится она такая знаете такая легкая в плане чтения да она вот прям заставляет многие вещи преосмыслить я люблю такие вот книги то есть то что мне раньше не нравилось я это сейчас пересматриваю в своей голове имеет но я понимаю что не все так плохо оказывается как было да и вот эта книга она прям заставляет об этом задуматься здесь такие вот как бы и цитаты есть и картинки есть и очень интересно прямо я учусь на 98 странице я читаю очень быстро она очень классная мне прям нравится кто не знает вот что почитать вот почитайте вот эту потому что она легкая буквально за неделю можно прочесть это это если как бы как я там только вечером читаю перед сном а так ее можно мне кажется даже за два-три дня прочитать очень классная книга я сейчас собираюсь на улицу пойти погулять и мама принесла мне такой вот подарочек она мне купила я давно хотела сейчас я вам покажу посмотрите на эту красоту это блокнотик такой вот я прям влюбилась в этот блокнотик он такой вот красивый и приятные глазу именно я люблю такие цвета там были разные надписи разные картинки я выбрала вот эту красота окружает тех кто готов ее увидеть мне кажется что это вот это одна из моих любимых цитат так что я не задумываясь решила его взять тут еще внутри посмотрите я так люблю такие вещи карточку такую положили красивую а так он обычный в клеточку я хочу именно вот вести как дневник мы с ангелиной вышли на улицу она меня везет а я пассажиром я сегодня опять осталась дома не пошла в школу боже вот я вот честно когда не хожу в школу у меня столько ресурса у меня вот прям вот знаете я чувствую что я живу а не просто существую потому что я когда например после школы прихожу и понимаю что мне еще нужно смотреть вебинары что-то делать и как бы при этом еще успевать жить как бы я сейчас опять тренировки вернула тренирую спортом занимаюсь читаю больше то есть как бы и собой занимаюсь вот и ничего не успеваю а когда в школу не хожу то я успеваю сделать абсолютно все вот я сейчас сделала тренировку на ноги и побегала на беговой дорожке и прям вот мне хорошо еще ушла с ангелиной погулять лишь бы завтра ноги не отвалились вот такие дела я прям чувствую то есть сейчас заряжена и у меня еще куча энергии на день и время всего лишь час то есть я уже столько дел переделала теперь мы вышли гулять софией вообще хотела пойти одна хотела там читать книгу позаписывать дневнике но в итоге софия захотела пойти со мной мы все никогда не ходили вместе поэтому я думаю ну ладно возьму ее так что мы вместе ну вот и все ребята буду заканчивать это видео буду стараться выкладывать хотя бы раз в неделю по одному видео чтобы не пропадать совсем я вас всех очень сильно люблю и всем пока пока